ребята всем привет с вами игнат начинаем новый влог самом начале я вас попрошу лайкнуть видос по мере просмотра написать какой-нибудь комментарий если вы вдруг смотрите без подписки нажмите кнопочку подписаться начинаем ребят вы не смотрите то что я подстрижены стрижка будет и не знаю даже не в этом влоге но начать решил я с красивой прической сейчас начинаем новый влог я еще брошу ребят я тут стал уже стену красить в общем ковер я этот стирал бегал с ним хотел на место повешать передумал крашу белый стены старые они мараются диван этот новый диван он уже весь в побелке круче я закрашиваю вот этот угол до потолка нет конечно здесь у меня будет рабочий стол а здесь на стенку я просто вот где ковер висел повешивать гирлянду и будет красивый фон у меня для съемки видео тут еще розетка блин в этом ну это радио . туда какой-нибудь типа алятор шерчек надо придумать промежуточный ребят вариант все полы помыл короче я решил как застилю здесь будет вон так красная дорожка как с которой все носился который стирал а вот сюда перед диваном будет постелен ковер а тут двери ребят короче ничего не будет вот возле дивана будет и воде где я буду с компьютерным столом сидеть ребят в итоге хочу вам показать как получилось я после душа не решил я ничего не отращивать все не могу и уж ну правда не мои длинные волосы я после душа в общем смотрите я вчера делал это все он убирался потом мебель сюда переносил кое-какую стол свой там потом полосы ковры которые помните летом стирал и весь день у меня на это ушло на уборку на расстановку сейчас мы покажу как получилось в итоге все помнят по прошлому году где этот был ковер он был вот на этой стене стена белая сюда на что-то контрастное по-любому по-любому я даже придумал и можно какие-то фотографии распечатать повесить гирлянды круче классно сделать туда я притащил свой стол письменный и вот эта дорожка раньше была вот тут по центру я ее сделал вот отсюда от стола и туда и при при получилось типа даже а-ля зонирования видите вот эта полка идет и от нее уходит сюда стол надо еще кстати и клеенку поменять как это более нейтрально то это прям кричит я кухонная и короче от полки идет типа обеденная зона и вот так продолжая тему столов уходит в мой письменный стол тут у меня типа а-ля кабинет ну так вот получилось тут показывать не хочу потому что тут я белье грязное покидал и в полках еще не убирался я все понакидал и все вот такая вот красота получается вы можете слышать какой у нас сегодня витрище но тут вот мы с вами будем проводить кулинарные шоу надо целью сходить покормить кстати вчера вечером ходила за мультиваркой видите как бабушка все прикрывают пыли буду готовить сегодня супец а так вот все в кулинарные шоу скоро начнутся также многие помнят эту дверь она оригинальная хозяйская хозяйская имеют никакого-то хозяина из советской власти хозяйская дореволюционной власти вот я мы не стали выбирать потому что там пластиковая есть зимой бывает достаточно таки холодно хоть в этом году я буду топить печку если что но все равно и две двери во первых ее жалко потому что она раньше же архитекторы задумывались о каждой мелочи ну дверь конечно это не мелочи не вплоть до дверных ручек и во всем заботились дверь жалко в общем дверь решили не убирать потому что это оригинальная деталь вот и когда холодно я просто их обе закрываю и намного теплее в комнате я даже замечал ребят если вот это открытое а пластиковая хотя ну казалось бы да там у нас матерки зимой пластиковые 1 а одинарные ли они или двойные тоже ну короче я не знаю мне кажется что так теплее и красивее вот я люблю на фоне этой старинной двери записывать кто смотрел меня прошлую зиму я здесь довольно таки часто с вами общался на фоне этой до революционной двери и многие заметили а полина заметила биртовой какая дверь у тебя красивая до революционной вот все вот такой ром тур нечаянно получился вот бабушкины нитки тут у меня еще и как бы пользуюсь ими зимой нитки иголки и еще выкидывали короче диван диван внутри диване была проложенная газета и дно вот видите марте 1918 основана так где же держит тут я видел всем какой-то что ли а восемь седьмой год ложечки не по глазам 30 сентября 87 года кстати мне даже 87 89 за буквально до развала интересно почитать какие тут новости были ребят пробую сегодня оказывается у нас там такой ветрище на улице вообще обещает что будет ноль ну это конечно не у нас на и на и на и быка дам симферополе наверно будет о как оттуда тянет ногтяга походу обратная по моему это был первый и последний раз ребят прям сюда дым идет ветер дует и не знаю где не в ту погоду и и стал топить вон что я ребята приготовил на новой кухне короче потушил свинину достал кусок свинины кусок говядины ой и курятины и получилось у меня макароны с свинокуриным мясом и еще с макарон с макаронами макарон с макаронами короче еще с луком и с морковкой еще и вместо приправы нахреначил туда красного перца и это такое блюдо его жрать невыносимо надеюсь макароны его же оттенят остроту эту но я сейчас не пробую потому что сейчас уже поздно и я не хочу есть еще наверняка интересно что у меня там произошло с печкой короче рассказываю решили растопить я собрал туда все деревяшки все газеты все картонки забил полную думаю начал же подожгу и будет хорошо будет жарко это все с печками я больше не играю столько вогреватели короче дым я шел сюда в комнату и он знаете как он так вот как когда был порыв ветра он выплевывал дым и я еще такой думаю наверное из-за ветра потом вспоминаю думаю в ленобласти да там какие-то же ветра такие черные все наверх уходит и все потом вышел сосед покурить и я говорю слушаю у меня такая фигня у вас сегодня печка нормально тупится может нормально что такое но честно говоря дыма было столько я открыл двери окна и некоторые соседи даже подумали что где-то что-то случилось и он говорит у них тоже так было но это надо они он как я прям был он несколько кирпичей прочистил есть одно место где как змеевик вот так вот кирпичи выложены он горни прям выломал их почистил два ведра зал и туда вытащил и все хорошо стало я естественно ребят ничем таким заниматься не умею и не буду поэтому я печку она еще прикиньте она загорелась растопилась как назло очень хорошо я ее не мог потушить я я залил туда несколько ну прямо так вот тушил как в бане такая вонь прикиньте вот там доски уже горели бумага горела и я это все тушил потом я это все в железное ведро нес на улице там еще потушил а вот это вонь из печки она же осталась горела короче я так думаю что надо вообще печку отсюда выносите все и тут угол и буду обувь составлять вот так вот и сегодня печку растопила дима кстати как дима когда пробовал топил ее первый раз у димы тоже также было так что это не я не умею это действительно так вот такая вот фигня ребята привет я заспанный у нас сегодня солнышко а солнышко это что это значит надо срочно стираться потому что завтра уже может быть дождь снова первую стенку поставил сейчас будет 2 пойду туда вешать на огород и кормим целью я вчера пришел туда начало что-то тоже столько дел было я ребят вчера дошел туда в 6 вечера как она радовалась как она начала накинулась на корм сегодня с утра приду покормлю ее сразу и ну и белье повешу потому что к вечеру надо все снять я говорю если не снять ночью скорее всего может быть дождь поэтому кстати мы соли планировали нас на воскресенье оля воскресенье приедет будем фотографироваться в мизе и полей звука ввп которая так что скоро уличку видите все сейчас ребята хочу мне надо сходить в магазин мне надо сходить в алберис и зайду к своей парикмахер к своему парикмахеру посмотрю на работе на или нет если вдруг она сегодня на работе остригу наконец-то блин все я не могу эти не знаете почему он не ходил когда был солнечный день я тоже стирку устраивал а потом дожди были думали куда я хожу еще под дождем переться в парикмахерскую я туда вниз не хожу практически потому что ну не хожу а все знаете обычно когда идешь туда вниз это идешь в магазин и заодно постригешься я даже в магазине хожу все мизе ну очень редко это это поздно когда уже все парикмахерские закрыты сейчас мне все совпало и магазин надо и проверю парикмахерскую ну блин надо уже просто стопудово стричься вот она моя вкуснотища еще не пробовал все приятного мне аппетита вам приятного аппетита если вдруг вы тоже кушаете приятного аппетита и вам ребят охренеть и погода-то у нас какая голодная девочка голодная девочка голодная девочка буду кормить мяу-мяу ребят даже прохлада и отдает на небе красивые облака сейчас пойду туда белье вешать покажу вам как мы сколько счастья ой сколько счастья давай дай уж положить то да куда ты лезешь туда же положить то что это все я тебе хотел дурная больше положить она сейчас подсыплю еще то не факт что сегодня еще сюда приду я приду за бельем вечером так ребят показать вам небо солнышко так давно уже не было блин прям морозец я не скажу прям что холодно ветра нету на такое ощущается что ну и не 2 градуса больше как будто в общем в общем такая на сегодня погодка у меня уже ребят 2 стирка достигается или на макарону убрать в холодильник и я сейчас зашел после улицы повешал белье сходил целлюто покормил от от печки воняет но знаете когда вы бывали наверное в квартирах после пожара или в домах после пожара когда пожарники потушили пожарный и вот это вот гарь с водой и я вчера даже заткнул тряпкой поддувала но все равно гарь идет ребят короче сегодня вечером надо ее брать оттуда я задержу что придумал что на печке будет стоять елка новогодняя по ходу и обувниться там по ходу и на еще убирать потому что она воняет и ну что-то варетку поставлю и поставлю на нее елку солнце неужели солнце я ребят на честно говоря сейчас уходил поставил еще третью стирку хрен его знает опять недели на две зайдет а вещей грязных короче перестирал все получается три раза машинку включал но тут ветра всегда нет так но не всегда ну зачастую в общем зубцы господи как я давно не выходил из улицы на улицу из дома этот дождь долбаный вот оно море наше красивое посмотрите какие облака вы мне так телеграме пишите гнат мало так роликов у тебя стало давай больше все ребят снимаю просто понимаете когда был дождь ну чё снимать он идет круглосуточно и он очень сильный и никуда не выйти наверно всех блогеров принципе у крымских ничего не было в тени у меня и во влогах то нечего было снимать ночью и проснулся жрать приготовил сел за ноутбук весь день тут в алберис ходить кстати надо будет вам обзор покупок скоро сделать скоро замучу он допустим сумочка от на их кора прикольная на мне вот я иду снова в алберис кое-что пришло сейчас уже день 2 сегодня 14 на можно будет украшать эту гирлянды куплены и давно в голове то идея уже давно закралась как что повешать красиво было ну вот это что ковер убрал по-другому будет надо вешать красоты не любят за кинотеатром а вот из этой штуки что-то делает это же было как пристройка кинотеатру на не пристройка флигелек назовем что-то делают смотрите уже здесь впереди железом отделали дверь поставили нам окна поставили какое-то пространство будет наверное настолько людей посмотрите столько машин все к новому году готовятся как бы вон суета предновогодние хотя сегодня какой день недели сегодня среда по поводу стирки ребят вы наверное думаете а чё ты ее копишь вообще что три раза загружаешь а сушить то ребят негде сушится то все сохнет на улице а как она будет сохнуть на улице если хреначь дождь и вот вообще сегодня погода выдалась хорошая я сразу же побежал на море вам снимать твич на меня найти сократы заносит грязище о какая маклюра огромная а это там валяется когда-то туристы ее по 100 рублей продавит сейчас покажу где маклюра вообще дети играются и что ли какая огромная надо настоять и ой слушайте маслина какая огромная валяется надо настоять суставы мазать это суставы мазать тут видите оливковые деревья и к вопросу ребят еще то меня спрашивали будем мы с оливкой в этом году собирать нет ребят нет прошлом году я попробовал поигрался это не так просто надо их собрать хотя в прошлом году их или я собирал в основном но все же их потом больше месяца надо каждый день промывать холодную воду выливать я в итоге съел не знаю может быть литр из всего этого и это такое купил баночку съел и забыл ну конечно для меня все это было в новинку поигрался и все и еще кстати они они вкусные все и подписчиков я угощал илюха угощал еще даже чуть-чуть осталось кто на новый год приедет да кстати еще остались еще даже не съели прошлогодние вон как красиво видите диво смотрится но эти то что еще осталось кто на новый год приедет счет уже угощу только на новый год по любому приедет короче еще трехлитровая банка с того года осталось и еще две литровых не одна литровая поэтому не надо в этом году никаких маслин все я тут никого ребят вообще нет одна машина вон стоит и все посмотрите какое море темное окошко санаторий о божечки какой кайф просто просто офигеть офигенно хорошее маслятный приходит масляк и должен па-бам 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 ребят посмотрите в чем я я делал пуховик сейчас еще один у меня же вот эти кроссовки тоже зеленые зимние сейчас ходил на улицу у меня такое ощущение что там пошел снег я решил достал пуховик зеленый чистый осенние с того года так не постирал постирать пуховик в общем вот так все буду ходить теперь батарею выкатил на середину комнаты печка зло обогреватель добро а куда я навострил уши я собрался в ялту без цен короче ну как всегда мне звякнули поехали поехали и все я уже собран ребят ну раз уж мы амбассадоры мы заехали на танц сегодня ночью установили тут новый шкаф и он уже работает сейчас мы вам покажем кстати федя говорил они не очень выглядят по сравнению с теми маленькими мне наоборот что-то больше нравится они огромные по сравнению с теми мне нравится наоборот смотрите как он смотрится слышали эти говорю мы амбассадоры прям надо на самом деле да только открылась ему уже здесь либо смотрите как здесь пистолет и все ли стоят прям плотно да мне вот этот шкаф больше нравится несмотря на то что он огромный но он как-то надежнее выглядит что говоришь 150 за сколько она сейчас зарядиться у нас кстати я не знаю у нас почти в посажены мощность мощность меньше до до 150 но мы кореально мы еще ковырячий почему но на нее на русский так что ребята мы одни из первых а еще тут смотрите новый год под дождем вон елка что говоришь дырки еще на пистолет покажешь ну короче федя ты самый первый мы самый первый но не самый ножей нормально дает 45 киловатт а должна 150 но она пиде она 50 у тебя берет машина же да она может она и выдает больше да ну все равно но это не 20 вот так это выглядит новый пистолет ну вы я уже радуюсь им тоже федя даже нашел табличку вот на в ноябре месяце двадцать второго года собрана в перми ну все ребят процесс только индикация процесс зеленого крыма озеленение зеленой энергетики сатаном стартовал короче ребята чаем малина и хвоя что-то такое назову называется это тановский вкусный чай до этого все время вольпих убрал вот я говорю у меня слюни брызгают на экран короче господи скажите мне малина и что-то пехтовая короче 8 процентов уже 68 69 уже хрена себе я только в туалет успел сходить так ребят ну что пробуем 41.3 киловатт 70 процентов офигеть это такие необычные чай ну то что хвоя дает я не понимаю нравится мне это или ты пробовал кстати нет еще вкусно на второй раз такое не захочу с хвоей не захочешь это малина ну нет хотя в принципе это зимний чай вкусно да все ребят добрались до бесцент тут на въезде такие елки красивые продаются пушистые новогодние ну там темно почему-то очень пахнет алкоголем ты чувствуешь алкоголем кто-то разбил витрину новый год мне ребята будет такая елка вы увидите потом офигеете какая красивая елка будет подарки все чё хочешь незаменимый отдел постоянно сюда захожу чем беру постоянно смотрите какая сковородка ручка на надку отстегивается жаровну смотрю яйца резко надо мне нет наверно на хрен не надо брошу и так смотришь все надо на самом деле все валяется потом ладно надо уходить отсюда какие ребята я не не пью у меня под квас есть красивые стаканы 200 рублей вот еще красивый тоже и вот эти красивые вот эти обычные вот эти прям нравятся такие капуста пекинская 17 рублей килограмм ребенка надо брать хурма такая классная короче счет к новому году а вот такие штучки помидоры по 110 и по 140 вон те розовые вот эти вот черные по 180 такое к новому году он сколько крымского шампанского а мне вот этот размерчик сразу проглянулся новый свет восемь тысяч стоит только штамм литров все посмотрю белая 33 литра 3 литра 8000 золотая балка короче какой-то 375 какой-то 339 а вот 339 золотая балка вот она 339 ребят по бам по бам посмотрите как у меня легли волосы на голове мне кстати так нравится но все равно завтра я записался на стрижку нет все хоры ребят пара уже поздно конечно было остаточки вон еще чё будет вкусно ребята какое было мое сейчас удивление когда я листал канал и ведет дом 2 на юм охренеть он еще идет его уже закрыли вроде